доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети а также на мои личные контакты есть в описании под любым видео на канале спешу сообщить о том что у меня есть личные расклады я также делаю обряды на финансы финансовое благополучие на любовные взаимоотношения ставлю защиту делаю чистки и также делаю обряды на ваше здоровье мы также делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками за обрядовыми свечами обрядами и личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку личка указана по любым видео если не нашли номер телефона пожалуйста обращайтесь ко мне в комментариях я это увижу прочитаю обязательно вам отвечу у нас есть также два закрытых канала на которые вы можете перейти это бусте закрытый канал на бусте слева сейчас появится qr-код по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок контент и те расклады которых нет и не будет здесь на youtube канале потому что youtube их может просто-напросто заблокировать и второй канал это канала юрия шатунове есть уже некоторые подписчики на этом канале да это поклонники юрия шатунова которые хотят узнать в деталях о подробностях того что с ним на самом деле случилось эти видео нельзя выкладывать на открытом канале подписка также стоит 299 рублей но не в месяц а едины что оплачиваете и больше за этот канал вы ничего не платите сегодня с нами карты таро триумфа луны здравствуйте карты и а мы сегодня с вами поговорим на такую нашумевшую тему о владиславе бахове это подросток 16-летний школьник который пропал без вести чтобы апреля 2019 года якобы его останки нашли и захоронили в прошлом году но него не факту что это он да и никто не знает до сих пор кто его убил у нас такая новая рубрика открылась с сегодняшнего дня это без вести пропавшие люди невинно убиенные люди то есть криминал мы с вами расследуем то что возможно не смогли расследовать и обнародовать полиция и родные и близкие этих пропавших людей с не 16-летнего подростка влада бахова который ушел на день рождения друга 6 апреля 2019 года до сих пор покрыта тайной спустя несколько месяцев после исчезновения влада нашли его скелетированные останки однако все это время вплоть до прошлого года 2023 они находились на экспертизе лишь недавно со школьником простилась его семья принадлежали ли действительно останки захороненные двадцать третьем году именно владу бахову кто причастен к смерти подростка и догадываются ли родители кто стоит за убийством сына и что случилось тот роковой для влада день что в апреле 2019 года сегодня с вами узнаем на карте второй триумф луны итак первый вопрос это характеристика личности влада бахова нас уж мы с вами начали с личности и гадаим все-таки мы на личности что происходило то вам сначала посмотрим с вами характеристику личности влада давайте посмотрим каким мальчиком был влада бахов apartment really чтобы и который личности влада бахово каким подростком был Влад Бахов, каким человеком он был, каким человеком его видела Вселенная, этот мир, каким человеком был Влад Бахов. Характеристика личности Влада Бахова. Страшный суд. В колоде Триумфа Луны есть два страшных суда. Один страшный суд больше похож на классику, другой страшный суд выглядит именно так. Его пожирали какие-то страхи внутри него самого. То есть либо у человека было некое психопатическое расстройство личности, потому что карта 20-го старшего аркана Страшный суд именно в данной колоде выражает некие страхи. Внутри него, внутри его головы он все время думал о убийствах, о невинноубиенных людях, о смициде. Почему он об этом думал, мы сейчас узнаем, конечно, мы к этому вернемся. Ему часто снялись страшные сны. Вот по этой карте очень часто сновидения бывают такие, предупреждающие человека, да, обычно, что с ним произойдет в дальнейшем будущем. Возможно, были какие-то видения даже, да, и он был таким человеком-интуитом. Здесь могут быть как психопатические расстройства личности, так и очень тонкая грань между психопатическим расстройством личности и очень яркой интуицией. Но вот здесь интуиция его подвела именно в день 6 апреля 2019 года, да, потому что у него были какие-то предупреждающие знаки, какие-то предупреждающие сновидения, и, возможно, его какие-то люди предупреждали. Вселенная ему благоволила в том плане, что посылали ему какие-то знаки, да, через сны, через близких и родных людей. И что касается психопатического расстройства личности, я не говорю, что он был каким-то ненормальным, да, я говорю о том, что, возможно, у него были в семье какие-то проблемы. Потому что карта 20-го старшего органа «Страшный суд», именно в этой колодии триумфовной, повторюсь, она выражает его какие-то внутренние страхи и сомнения, переживания, потому что от его близких и родных людей не исходит какой-то должной поддержки и должного внимания, возможно, какого-то сочувствия, сопереживания. Да, вот вроде в семье всё хорошо, но что-то не так. Это вот именно идёт с детства, именно идёт из семьи. А так как он подросток, и у подростка ещё не сформировалась до конца его личность, то здесь нужно копать глубоко, и здесь нужно добраться до его детства, до его семьи, да. Что мы сейчас с вами и сделаем? Отношения Влада с родителями, и вообще какая была обстановка дома, насколько я знаю, его отец ушёл от него, от его мамы, когда ему было 5 лет, да, и мама, она жила с отчимом. Насколько мне известно из источников информации в соцсетях, здесь человек глубоко замкнут, на самом деле, да, хочет общения, но сам по себе интроверт. Идёт у меня либо земля, либо всё-таки земля, наверное, по знаку зодиака, почему такой достаточно приземлённый, ну, здесь огонь у нас ещё, да, но я не вижу в нём какой-то вспыльчивости, импульсивности, эмоциональности, я вижу, что вот он как-то замкнут и всё в себе держит. Понимаете, невозможность кому-то выразить своих чувств, эмоций и страхи, страхи внутри тебя, и эти страхи его пожирают, вот здесь вот пожирают его именно страхи, да, а какие страхи, с чем они связаны, давайте мы дальше узнаем из дальнейших вопросов, да, из дальнейших источников информации. Страхи внутри меня самого, невозможность ни с кем поделиться, невозможность ни от кого получить некого сочувствия и сопереживания, очень тонкая грань между интуицией и некими расстройствами личности. Вот здесь об этом речь. Следующий вопрос. Отношение Влада с родителями и обстановка дома. Давайте как раз выясним, какая была обстановка дома, отношение Влада Бахова с его родителями. Отношение Влада Бахова, обманы какие-то, сокрытие чего-то, что-то сделали и скрыли. Сейчас посмотрим, что это. Отношение Влада Бахова с его родителями и обстановка дома. Отношение Влада Бахова с его родителями, и обстановка дома, сокрытие чего-то. Я же говорю, да, здесь все начинается с детства. Все дороги ведут в детство. Сейчас расскажу вам, дорогие мои. Тут, на самом деле, все не так безоблачно, как говорят в СМИ, да, то, что там все было прекрасно в семье, да, как я понимаю. Ну, здесь я вижу обман, и обман со стороны, кого интересно, сейчас мы посмотрим, да, здесь я вижу обман и сокрытие какой-то привязанности к кому-то, да, вот обман, обман кого, интересно, вот кто кого обманывал, кто обманывал в семье, женщина обманывала в семье, да, женщина, которая любила сходить налево, скажем так, да, королева жезлов, простите, это женщина, которая любит мужское достоинство. Давайте так будем выражаться, да. Женщина в семье обманывала Влада. И обманывала не только Влада, как я понимаю, да, я не знаю, кто это женщина, умного знака зодиака, либо просто очень эмоциональная, чувственная, темпераментная женщина, да, хорошо собой, знает себе цену, и у нее за спиной все, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, что-то говорят постоянно, она является источником неких обсуждений, и не просто так, хочу вам сказать, да. И вот Влада это очень сильно коробило, очень сильно беспокоило то, что женщина в его семье является источником предметом, сплетен, каких-то обсуждений, потому что женщина была кому-то неверна, как будто бы, да, здесь по дьяволу женщина была привязка к кому-то, и она обманывала, возможно, не только Влада в семье, да, возможно, еще кого-то в семье обманывала. И здесь еще тройка Пентакли говорит о том, что карта обучения, карта подстраивания, я учу тебе, учу тебя врать, или учу тебя не видеть то, что я делаю, закрывай глаза на все, что я делаю, на все плохое, что я делаю, женщина говорит Владу, да, это мы сейчас с Владом общаемся, закрывай на все глаза, я учу тебя обманывать точно так же, как я тебя обманывала, учу тебя, у меня кому-то есть привязка, и после того, как Влад вот это все узнал, его жизнь уже перестала быть прежней. Десятка мечей говорит о том, что его сердце разбито, какое-то предательство внутри семьи, вот кто-то кого-то предал, и это была женщина. И Влад об этом узнал. Влада, эта женщина учила врать точно так же, как она врала кому-то в семье. В точности, как и Влада. Учила закрывать глаза на все происходящее. Темная луна, плохая карта. Я буду обманывать, но ты закрывай глаза, спи моей радостью сни, да. И после того, как он что-то узнал, по десятке его жизнь поменялась. Я уже не буду прежним, я узнал что-то такое. Опять Жезл. Опять Жезл, и Жезл опять про секс. Да, вот здесь в данном контексте Жезл выражает какую-то сексуальную привязанность женщины в доме к кому-то. То ли это мама, то ли это, ну, еще какая-то родственница, да, не могу сказать. Но здесь не было все так гладко, здесь было немножечко так даже плачевно, да. И не хочу ни в коем случае сейчас очернять его семью, очернять его маму, да, которая его искала. Но здесь говорится о том, что она ему врала, либо она, либо какая-то женщина в семье. И Влад после этого, естественно, имел какие-то вот психологические, скажем так, панические даже атаки, да. У него бывали какие-то панические атаки по десятке мечей, когда он вспоминал, как его обманули в семье. В семье были отношения не безоблачные, в семье были отношения какого-то обмана, какой-то лжи, какого-то недоверия. Недоверие витало в воздухе, и витало оно именно от женщины, как ни странно. Не от мужчины обычно. Мужчина уходит из семьи, да, мужчина обманывает, но здесь вот именно женщина. Следующее. Как складывались отношения Влада Бахова со своим лучшим другом Максимом Жумаевым? Ну, говорили то, что он его лучший друг, да. Давайте посмотрим, так ли это. Максим Жумаев как раз-таки был на том дне рождения вместе с Владом Баховым, где как раз Влад и пропал. Как складывались отношения Влада Бахова со своим лучшим другом Максимом Жумаевым? Влад Бахов, как ты относился к Максиму Жумаеву? Как он к тебе относился, да? Как складывались отношения Влада и Максима Жумаева? Кто-то был чьей-то жертвой, да? Кто-то попал в капкан кому-то. Кто-то за кем-то пытался успеть. Я не могу за тобой успеть. Ты так высоко от меня, хочу на тебя быть похожим, хочу на тебя равняться. И я у тебя в отношениях жертва и змея, да. Змея, которая опутала и окутала свою жертву. Вот кто-то из них был жертвой, кто-то из них был преследователь, да. Вот есть такая модель, скажем так, в отношениях, обычно это в любовных отношениях бывает, преследователь, жертва, наблюдатель и спасатель, как его еще называют, да. Так вот здесь кто-то из них жертва, кто-то из них тот, кто эту жертву под себя проминает, скажем так, да. И вот отношения Влада с Максимом Ужимаем вам были именно такие. Да, кто-то имел много денег, кто-то имел много денег, либо много связей, и поэтому я за тобой не угонюсь, потому что ты посмотри на себя, да, ты настоящий туз Пентакли, и за тобой мне не угнаться. Я просто обычный паш, я обычный мальчик. И для того, чтобы за тобой угнаться, я буду делать то, что, наверное, я не должен делать или не хочу делать. На самом деле я очень... Тут, скорее всего, знаете как? Тут, скорее всего, Влад был таким спокойным мальчиком, да, хорошим мальчиком. Я говорю, тут земля. У меня такое ощущение, я, к сожалению, не нашла его дату рождения. У меня земля идет, да, потому что он спокойный, уравновешенный. Карта умеренности идет, да, переливается с пустого в порожнее, земля либо вода. Я переливаю с пустого в порожнее, я такой спокойный, я уравновешенный, я чувственный, я романтичный. Здесь вот романтичного я вижу Влада Бахова, у которого в семье были какие-то вот проблемы, скажем так, да. И он нашел тут некого Максима Жумаева, друга, человека, за которым не угнаться и на которого я хотел бы быть похожим. Ты настолько высоко летишь, мне до тебя, как до Китая, мне равняться и равняться, да. Но я пойду за тобой по шестерке мечей, хотя я не очень этого хочу, обратите внимание, здесь на карте персонаж, задумчивый, серьезный и очень печальный, да. Я с тобой пойду, буду делать так, как ты делаешь, хотя мне это не свойственно по двойке Пентаклей. Я вроде и хочу, и не хочу, но мне же надо как-то до тебя дотянуться, до тех высот, которые ты имеешь, чтобы с тобой дружить и чтобы с тобой общаться. И вот здесь отношение жертвы и преследователя, скажем так, здесь преследователь все-таки Максим Жумаев, да, я смею предположить, потому что жертвой я вижу того человека, на котором мы с вами сейчас гадаем, то есть Влада Бахова. Я был спокойным мальчиком, но связавшись с тобой, я вот за тобой решила полететь, равняться на тебя, но что-то, видимо, сделал не так, да, и делал те вещи, которые со мной и с моей личностью, с моей характеристикой личности несовместимы. Вот об этом здесь речь. Какие были отношения, отношения жертвы и преследователя? Они не были друзьями, и Максим Жумаев не был ему лучшим другом. Это такие не очень здоровые отношения дружеские, да. Следующее. Какие отношения были у Влада Бахова и Дмитрия Янченко? Правильно. Ничего себе, у меня карты отскакиваются. Правильно, надеюсь, называю его фамилию, да, Дмитрий Янченко. Что-то кто-то кому-то угрожал. Какие-то были разборки Дмитрия Янченко. Был ли конфликт? У меня как раз следующий вопрос. В день пропажи Влада или до этого? Был ли у мальчиков конфликт в день пропажи Влада или до этого? Какие отношения были у Влада Бахова и Дмитрия Янченко? Еще один человек, который фигурировал там, да, на дне рождения. Говорили то, что у него был конфликт. И был ли на самом деле этот конфликт? Ну, я вижу, что был. Кто-то, опять-таки, был на верхушке, кто-то был выше Влада, я так понимаю, да. И как Дмитрий Янченко, как будто даже какая-то физическая была, да, атака, скажем так, от Дмитрия. Ну, это такая была легкая, как припугнуть, как будто бы. Был ли конфликт? Да, был. Был конфликт. Опять, да? Опять жертва. Опять жертва. У нас выходит опять умеренность. Не из-за женщины какой-то был конфликт, из-за девушки. Из-за девушки, которая нравилась многим. Тут у нас дьяволица вышла, дьяволица, которая многим нравится. Все на нее так смотрят, ой, какая красивая, какая прекрасная, достанешь ли ты мне, не достанешься. И вот у Дмитрия Янченко и у Влада Бахова был конфликт из-за какой-то девочки. Девочка, которая многим нравилась, на которую все смотрели, говорили, ах, какая симпатичная, ах, какая красивая. Да, и опять-таки, Влад здесь пал жертвой, только жертвой уже не по отношению к Максиму Жумаеву, как преследователю жертвой, а жертвой, скажем так, того, что ему девочка понравилась, да, Владу. Понравилась очень сильно девочка, и он сам был симпатичный парень, да, насколько можно заметить. И вроде девочка как будто бы давала знаки внимания и тому, и другому, и, возможно, даже третьему. Да, несколько человек на нее смотрели, как на красоту такую неземную. И вот из-за нее был какой-то такой небольшой конфликт. Но все закончилось тихо и мирно. Вот по умеренности все закончилось тихо и мирно. Назрел какой-то конфликт. Его прижали, Влада, как я поняла, да, именно Дмитрий Янченко, возможно, еще с кем-то, с какими-то своими друзьями прижали Влада. И был некий конфликт, который утихомирился, успокоился, скажем так. И вот из-за какой-то девчонки, которая крутила хвостом около мальчиков, да, почему крутила хвостом, говорю, потому что здесь вышла карта Дьяволицы. Здесь не просто вышла какая-то женская карта спокойная, королева Пентаклий или даже королева Жезлов, пусть будет, да, здесь вышла карта именно Дьяволицы, которая хочет нравиться многим мальчикам и никому не дает точный ответ, да или нет. Вот здесь об этом речь. Да, был небольшой конфликт, но он закончился мирно. Возможно, даже было как раз-таки в день вот этого рождения, да, на вечеринке, на которой они встретились. Следующее. События, произошедшие с Владом Баховым 6 апреля 2019 года, незадолго до его смерти. Какие события произошли с Владом Баховым? Минуточку. Друзья мои, открою его фотографию, да, чтобы глаза его видеть. События, произошедшие с Владом Баховым 6 апреля 2019 года, незадолго до его смерти. Вот именно на этой вечеринке, на этом дне рождения меня интересует. Покажите мне, пожалуйста, карты. События, произошедшие с Владом Баховым. Опять девушка какая-то, опять женская карта, дьявола. Мужская карта дьявола. Как дразнит. Вот один дьявол дразнит. И девушка тоже дразнит. Сейчас расскажу вам, друзья. События, произошедшие с Владом в этот день. Гуляли, пили, тусили, естественно, да. И вот да, здесь какая-то верховная жрица. Девочка-загадка прямо какая-то. Случилась башня. Опять жертва, да. Рассказываю, друзья мои, что произошло. Итак, как я уже сказала, здесь выпадает опять дьяволица женщина. У нас 8 дьяволов в колоде Триумфуны. И две из них как раз женского пола. Одна женщина вышла, да, это уже другая девочка какая-то, да. Как две девочки были. Нет, я думаю, что это не другая девочка. Это та же самая девочка. Объясню, да. Почему я это чувствую. Потому что, с одной стороны, она вела себя со всеми, так нескромно, скажем так. Да, с другой стороны, она тут как будто бы Владу уделяет знаки внимания. Привет, говорит, да. Тут ручкой машет. Привет, привет, вроде как, да. Но я такая вся верховная жрица, вся такая недоступная. Посмотри на меня, да. Какая я благородная и благоразумная. И тут появился некий дьявол, какой-то мужчина, какой-то мальчик, я буду называть мужчина, женщина, ну, как бы, несмотря на то, что они подростки, да. Появился какой-то мальчик, какой-то мужчина, который дразнил Влада, этой девочкой. Они выпили, много выпили. И тут он начал дразнить наподобие того, что хочешь ее или не хочешь. Знаете, вот такие вот. Хочешь ли ты с ней переспать или не хочешь ли ты с ней переспать. Опять, почему переспать? Потому что карта дьяволов выпадает, карта секса, да. Но она вся такая недоступная, вся такая непорочная и так далее. И тут завязался какой-то разговор. И после этого разговора упал, да, вот здесь вот башня, как упал откуда-то, с высоты какой-то. Вот с чего-то высокого. Упал сам, либо столкнули. Упал сам, либо столкнули, и крыша башни пошатнулась. Что это значит? Голову разбил. Как будто бы разбил голову, после чего невозможно было встать. Но так как карта повешенного у меня опять выпадает, да, и карта жертвы. Здесь такое ощущение, что вот как раз-таки Максим Жумаев, про которого мы говорили, его нечаянно или специально, может быть, да, тем не менее он его столкнул с какой-то высоты. И разговор был как раз вот про эту девочку. Хочешь ее или не хочешь, тут начался какой-то спор. Видимо, Влад начал спорить по пьяной голове, да. Этот тоже был пьяный. Ну и, соответственно, он его столкнул, или он нечаянно упал. Но тут был вот именно вот этот мальчик, на которого мы первый раз с вами смотрели. Это Максим Жумаев. Он был в конфликте, ну не то чтобы в конфликте, это как какой-то спор был по пьяной лавочке. Он упал и, соответственно, разбил голову. Я про Влада говорю. Тут разбитую голову я вижу. Башни с какой-то высоты упал, разбил голову. После чего невозможно было прийти обратно в чувство. Ну то есть ему было либо очень плохо, он уже умирал, да, либо он умер сразу. Но я вижу, что он он все-таки умирал постепенно. Почему? Потому что голову разбил, но сразу не умер, как сознание потерял. Понимаете? И вот здесь как раз виноват в этом Максим Жумаев. Из-за какой-то девочки спорили. Давайте посмотрим, да, у нас будет вопрос, убили его или не убили. Я вижу просто, что он упал, голову разбил. Убили его, добили его, специально это сделали. Это мы сейчас узнаем, все выясним. Какие были события незадолго до смерти. Он вот спорил, как раз-таки с Максимом Жумаевым, скорее всего, это был он, по поводу опять этой девочки, да, по пьяной лавочке, как я уже сказала. Пил ли Влад Бахов? Ну, видно было, что пил, да. Давайте узнаем, подмешивали ли ему какие-то наркотические или психотропные вещества, возможно. Употреблял ли он что-то, да? Употреблял ли Влад Бахов помимо алкоголя какие-то наркотические или психотропные вещества на этом дне рождения, 6 апреля 2019 года? Употреблял ли Влад Бахов психотропные или наркотические вещества, что в апреле 2019 года? Нет. Нет, нет. Вот здесь он был благоразумен. В каком плане? Он боялся. Девятка мечей и отшельник говорит, что все-таки он мудро подходил к этому вопросу. Он был мальчик-то не глупый. Он боялся, он сторонился по королею мечей этого, да, и никак не хотел попасть в просаг, в том плане, что никак не хотел стать наркоманом или никак не хотел стать зависимым человеком. Я же говорю, он, скорее всего, земляновый знак, да, потому что в нем есть какая-то твердость, ума, да, уверенность какая-то в завтрашнем дне, несмотря на то, что у него были какие-то проблемы дома. Здесь все-таки он боялся именно каких-то веществ помимо алкоголя, да, употреблять. Здесь был только алкоголь, алкоголь, который он пил сам. Ему ничего не подмешивали, ничего не подливали, да, все было по его, скажем так, усмотрению. Ну и главный вопрос, да, Влада Бахова убили или это был несчастный случай, потому что он мог просто сам упасть, потому что был действительно пьян. Влада Бахова убили или это был несчастный случай? Влада Бахова убили Влада Бахова убили или это был несчастный случай? Влада Бахова убили или это был несчастный случай? еще одна карта ли еще две карты тем идут мне очень много мечей его разделили да я не буду говорить другого слова потому что youtube может не пропустить его разделили но но по поводу того умер он сам любили его его как немножко подтолкнули столкнули он упал его столкнули применили какую-то силу я же говорю откуда-то сверху его столкнули дом бога говорит что его прям вот либо за плечи либо как-то вот как-то вот знаете у меня идет груди на плечи там была женщина и опять-таки вот змея да из-за женщин из-за змеи из-за женщины кто-то его столкнуло это был мужчина какой-то на по рыцарю мечей мы выясним кто до конца досконально да потом в следующих вопросах просто пока выясняем как убили его не убили не хотели его убивать скажу вот так вот одно его столкнули и он упал и это привело к необратимым последствиям что рыцарь мечей говорит припугнуть столкнуть но к сожалению так случилось что что по дьяволу и по дьяволу здесь еще вот этот дьявол говорит нам о том что не нужно было лезть куда не нужно куда не надо да простите меня за тавтологию он сам себя обрек на смерть придя на эту вечеринку потому что он знал что там будет какая-то ссора либо какая-то ругань вот из-за этой девушки ушел туда посмотреть на эту девушку почему то что это была за девушка светловолосая кстати какая то здесь волосы светлые да везде эта девушка уходит из-за этой девушки он потерял рассудок его толкнули убивать не хотели но так как все были на веселе да и у грубо говоря сам себя подставил придя на эту вечеринку с разбитым сердцем с каким то тут еще говорят да разбитое сердце разбитое сердце как раз вот по этой девушке на нравилась ему эта девушка а здесь очень много мечей десятка мечей и туз мечей тем более да говорит о договоренности туз мечей говорит о договоренности пальчик до мизинчик договоренности на крови можно сказать да если это можно так сказать и здесь тройка пентакли тоже говорит о подстраивании друг под друга обучение друг у друга и о договоренности того что они его поделят вы уж извините меня да что я так поделят по частям и соответственно его куда-то припрячут, чтобы никто об этом ничего не знал, да, толкнули его, да, убивать не хотели, нет, не было договоренности заранее, сразу говорю, по пьяной лавочке нечаянно убили, это была такая подростковая случайность по пьяни, скажем так, из-за какой-то девушки, но сам Влад виноват в том, что он пришел на этот вечер, хотя знал, что конфликт неизбежен, тут дьявол, который сам себе режет рога и поджигает хвост, скажем так, да, сам себе делает больно, если бы он туда не поехал, ничего бы, соответственно, не случилось, потому что его убивать намеренно не хотел никто, я сейчас никого не защищаю, говорю, как есть, да, говорю, как вижу, толкнули, вот именно, как убили, был следующий вопрос, именно вот я вижу с высоты башни и второй раз дом бога выходит его, как толкнули, толкнули и голова разбилась, да, кто причастен к убийству Влада Бахова, ну, назовем это убийство все-таки, да, непреднамеренно, скажем так, убийство, за это тоже дают срок определенный, давайте так, причастны ли к убийству следующие персонажи, причастны ли к убийству Влада Бахова следующие персонажи этой истории, Максим Жумаев, Дарья Дзербанова, вот эта девочка-то как раз, да, наверное, о которой мы сейчас говорим с вами, Дмитрий Янченко, отец еще там был, Дарья Дзербанова, которого она вызвала потом, причастны ли, и отец Дарья Дзербанова, кто-то еще причастен, давайте вот так, потому что там еще были лица, которые приходили, незнакомые совершенно Владу, да, лица, лица со второй кампании, там была другая пьяная вечеринка, недалеко от их вечеринки, тоже в лесу, как я понимаю, кто причастен, причастен ли Максим Жумаев к смерти, на нем самая тяжелая нуша, скажем так, да, да, он причастен, скорее всего, это он как раз толкнул Влада Бахова, не хочу его никак защищать, но ему очень непросто, очень тяжело морально, человек, можно сказать, морально сломлен, скажем так, да, да, он живет, да, он здравствует, да, он, скажем так, занимается своими делами, но после того, как случилось вот это, он перешел в какую-то новую жизнь, по десятке совсем непростую, да, скажем так, его постоянно терзают воспоминания, возможно, даже человек сидит на каких-то таблетках, потому что на нем чужая кровь, чужая кровь, вот она, кровь капает с десятки жезлов, да, это то, что он взвалил на свои плечи мой крест, который я несу, хочется сказать, а скорее всего, это он толкнул как раз-таки Влада. Причастны ли к убийству Дарья Дзербанова? Ну, вот Дарья Дзербанова была той самой золотой монеткой, о которой они весь вечер говорили, да, ой, иди сюда, моя хорошая, я тебя так хочу потрогать, я тебя так хочу обнять, да, это что-то такое сверхъестественное было для Влада, хотя он сам был симпатичный парень, уж извините, я не считаю Дарью прям красавицей, но Влад как будто бы для меня был симпатичный, вот как мальчик, да, и вот они все на эту девочку смотрели как на какое-то золото, как будто она какая-то принцесса, какая-то королева для них, да, из какого-то царства тридевятого снизошла, и тут все хотели к ней прикоснуться, все хотели ее внимания, причастны ли Дарья только тем, что она, скажем так, раздавала свое внимание направо и налево, и причастны еще тем, что у Дарьи было много денег, то есть Дарья тот человек, у которого много денег, возможно кому-то заплатили из семьи Дарьи, кому-то, каким-то чиновникам, каким-то оперуполномоченным, да, здесь еще деньги, здесь еще про деньги, чем причастны, причастны деньгами, что кто-то из ее семьи дал деньги для того, чтобы молчали, да, и еще причастны тем, что она всем мальчикам строла глазки, и соответственно из-за нее случился конфликт, ну как конфликт, спор. Следующий участник данного торжества, если это можно так назвать, Дмитрий Янченко. Девятка Жезлов, он попал под раздачу, да, Дмитрий конкретно к смерти Вады не имеет никакого отношения, так как они находились все вместе, он попал под раздачу и естественно обещал молчать, потому что на его руках конкретно нет крови, и он даже что-то там получил, как будто как ранило его, или кровь была на нем какая-то, да, тут как пятна крови на его одежде, или как будто бы он тоже упал, как будто бы он тоже был очень пьян, вот такое ощущение, он пьян был, ничего не помнит, вместе с Владом, да, они были очень пьяными, и на него так чисто случайно легла вина за все происходящее, потому что они были все вместе, вот об этом речь. следующий участник, это отец Дарьи Дербановой, да, майор или, по карте звезда, он, да, он помог, он помог, потому что он звезда, на нем погода, да, посмотрите на эту звезду, она может нам помочь, он подоспел вовремя, он помог, он что-то запрятал куда-то далеко, как будто бы, да, вот такое ощущение, что он помог запрятать что-то куда-то далеко, о, звезда далекая, холодная карта, и он так расчетливо, холодно все сделал для своей дочери, и, скорее всего, денежку тоже заплатил, да, именно отец Дарьи, как-то помог, да, карта звезда говорит о том, что он помог как-то с денежкой, и он помог как-то, вот как запрятать куда-то, ну, потому что он звезда, звезда всего этого представления, скажем так, да, потому что взрослый человек, ну, чтобы никого не посадили, чтобы никто не попал под раздачу, тем более он звезда, чтобы он сам в первую очередь не попал под раздачу, его не уволили, да, не сняли с, я не знаю просто, кто он, не помню, генерал, майор, да, напомните мне, пожалуйста, в комментариях, вот, чтобы его не сняли с пас-па, скажем так, да, он все это проделал, сделал специально для дочери и для себя, и последний, кто-то еще замешан, по пятерке кубков нет, здесь очень много лиц, их было 12, насколько я помню, да, которые замешаны так или иначе, потому что они были всем вместе, всей кучкой, и почему пятерка кубков показывает, что персонаж на карте плачет, он расстроен, потому что замешаны какие-то определенные лица, а вот многие просто попали под раздачу, вот как бы вместе, понимаете, некоторые просто очень испуганные, пятерка кубков такая очень испуганная карта, испуганный персонаж, кровь вроде бы на ком-то только, и вроде как это несчастный случай, ну, понимаете, под раздачу попали все, еще попали, я так понимаю, на травлю, да, потому что их травили там очень жестко после всего этого происходящего, следующий вопрос, запланировано ли было убийство, ну, давайте посмотрим на всякий случай, да, запланировано ли было убийство Влада Бахова, запланировано ли было убийство Влада Бахова, запланировано ли было убийство Влада Бахова, нисколько их это не избавляет от ответственности, однако все же, да, вынуждена сказать, что это был несчастный случай, но тем не менее, они могли рассказать, они могли показать, они могли не трогать его тело, они решили его разделить и спрятать, а это уже, знаете, сокрытие преступления и так далее, да, преступление как бы несчастного случая, запланировано ли было убийство Влада Бахова, вот здесь, интересно, опять эта карта дьявола, опять карта именно Влада по характеристике личности, карта страшного суда, да, здесь сам Влад и его мысли внутри него, да, ну да, не нужно было ехать, скажем так, да, вот карта, говорят, не нужно было ехать туда, куда не надо, вот здесь об этом карты говорят, да, я сам виновник своих бед в своей жизни и в собственной голове, карта страшного суда говорит, что так должно было случиться, это карма, по-другому бы не случилось в любом случае, это несчастный случай, он должен был с этим человеком произойти по карме, в прошлой жизни, возможно, что-то такое, он сделал подобное для другого человека, да, и вот здесь карта дьявола говорит, что его специально вызвали на этот спор, скажем так, он на этот спор ответил, потому что он тоже что-то там прям так жестикулировал, как-то прям нарвался, да, ну, его столкнули, он упал, никто не знал, что так случится, что он разобьет голову и впоследствии умрет, да, умер он не сразу, разбил голову, как потерял сознание, да, но его разделили после этого, и как я сам виновник своих бед, потому что у меня в прошлой жизни вот было то-то, то-то, понимаете, но это смотреть на, нужно прошлой жизни Влада, скажем так, и по страшному суду я должен был уйти, меня вызвали на спор, я ответила, ну и, соответственно, случилось то, что случилось, запланировано ли было убийство, ответ на вопрос, нет, не запланировано, кто бы, как бы не хотел, чтобы оно было запланировано, да, я знаю, что многие за семью Влада Бахова, что очень многим не нравится эта история, очень многие думают, что оно было запланировано, какой-то там секта и так далее, там подобное, не выдумывайте велосипед и того, чего нет, пожалуйста, я всегда говорю, когда есть темный договор, когда нет темного договора, когда есть какое-то умышленное убийство, предумышленное, когда есть несчастный случай, да, ну как он есть, просто это человеку по судьбе было, как бы это ни страшно звучало. Куда дели тело Влада Бахова? Вот его разделили, скажем так, да, мягко говоря, куда дели тело Влада Бахова? После того, как разделили, куда дели тело Влада Бахова? Естественно, они все виновники данного происшествия, особенно взрослый мужчина, да, который помог ребятам. Куда дели что-то неправильное? Ну, что-то неправильное, это понятное дело, что, что разделили, да. Куда дели тело Влада Бахова после разделения? Куда дели тело Влада Бахова после разделения? Дерево, ну как, дерево, земля, как, да, да, императрица, земля, мать, земля, дерево, земля, как, закопали, да, закопали, и как вот, да, да, Много человек помогало. Вместо, откуда растут цветы. Вместо матери-земли, императрица, мать-земля. Все живое на земле. Сухие палки, сухие ветки. Как будто как закопали, знаете. И как забросали сухими ветками, сухими палками. Много-много человек помогало. Возможно, даже это было под деревом где-то. Вот такое ощущение. У меня растет цветок, растет ствол, растет дерево. И около этого большого дерева, как большой ствол такой, все помогали, многие помогали, копали и туда закопали. Вот этого маленького пажа Пентагли, который так хотел быть похож на своего лучшего друга, скажем так, в кавычках лучшего друга. Место, где растет большой ствол дерева. Вот туда убрали настоящие останки. Что-то неправильное. Почему неправильное? Потому что те останки, которые закопали сейчас, похоронили сейчас, они не принадлежат Владу Бахову, их не нашли. Я могу сказать, что те останки, они там до сих пор и есть. И там растет большое дерево. Старое большое дерево. Действительно ли тело Влада Бахова нашли? Давайте все-таки посмотрим. И предали земле в 2023 году. Действительно ли тело Влада Бахова нашли? И предали земле в 2023 году. Действительно ли это его тело захоронено? Действительно ли тело Влада Бахова нашли и предали земле в 2023 году? Нет, скрыли, конечно, скрыли. Он там по сей день. Его душа мается. До сих пор его душа мается. Его душа не упакована сейчас. Вот она, душа мается. Душа как будто бы вся в воде. То ли его кто-то оплакивает очень сильно. То ли он как-то сам, сама душа как-то плачет. Душа его не предана земле. Душу, тело сокрыли. Настоящее тело рыцаря Жезлов весь в броне. Весь в латах, весь в доспехах. Настоящее тело скрыли. И он там, мне даже свечка быстро-быстро заполыхала. Остановилась сейчас. И душа как-то не упокоена. У меня тоже есть вопрос, обрела ли покой душа. Нет, не обрела. Потому что тело не его закопано сейчас. Накажут ли настоящих убийц? Влада Бахова. Убийцы, не убийцы. Даже не знаю, как их назвать. Глупые люди. И самый главный убийца, я считаю, это взрослый человек. Это отец Дарьи Дербановой. Потому что он вроде мужчина. Взрослый, не глупый. Должен был как-то проявить себя. Да, да, как-то, ну, видите, получилось, как получилось. Накажут ли настоящих убийц? Влада Бахова. Время прошло уже достаточно много. Нет, денег много. Денег много, до них не добраться. Королева Пентакли говорит, что холопы, молчать, да. Молчать, шакалы. У нас тут так много денег, что мы тут сейчас все разрулим. Вам до нас не достать. Кто вы и кто мы. То есть они считают себя выше всех. Несмотря на то, что там несчастный случай произошел, люди, конечно, не совсем приятные. Вся вот эта компания, она как-то друг с дружкой сошлась. И не совсем приятная компания. У всех есть деньги. У всех есть деньги, у всех есть связи. И по королеве Пентакли, конечно, не накажут. Если есть деньги и связи, ну, ищите семеро. Да, иголку в стоге сена, скажем так. А вот интересный вопрос. Ответственно ли вообще подходили к поиску тела Влады Бахова? Потому что говорили, что так быстренько прочесали местность и не нашли, да, ничего. Ответственно ли подходили к поиску тела Влады Бахова? Ответственно ли подходили оперативники? Лиза Алерт, та же самая, да, искала, я знала, поисковая группа. Ответственно ли подходили к поиску тела Влады Бахова? Да нет, конечно Так, Паша Мечей говорит Так чуть-чуть Что-то там прочесали Опять-таки, кто мы и кто они Настоящие змеи Тут как угрожали даже кому-то Тройка Мечей говорит об угрозах каких-то Угрозах того, что Вы там немножечко поищите Паша Мечей, потому что это маленькая карта Чуть-чуть, скажем так, для видимости Для видимости поищите И, собственно говоря, возвращайтесь назад И тут как чье-то другое тело Ну, как я уже сказала, это не его тело Чьи-то другие останки Вот про видео интересно Два последних вопроса, друзья Нет, один последний вопрос Последний вопрос, да Снимали ли убийство Влада Бахова на фото или видео? Если да, удалили ли это видео и фотоматериалы? Снимали ли тело Простите, снимали ли убийство Влада Бахова на фото или видео? Снимали ли убийство или избиение, возможно, какое-то было. Но я избиение не вижу, я вижу так. Припугнули, прижали, толкнули, и ничего такого не было. Снимали ли убийство или избиение Лад Бахова на фото или видео? Как я уже сказала, это был несчастный случай. Убийство не планировалось. Но вообще, снимали ли, были ли какие-то кадры такие, что вот их нужно было удалить, что их нужно было сокрыть, скажем так. Были ли какие-то кадры, сделанные что в апреле 2019 года, куда попало, возможно, тело Влада Бахова, там, я не знаю, разделенное, где он уже убит, где его избили, да. И эти фото и видеоматериалы удалили. Было ли такое вообще? Да, да, было. И такое ощущение, что пришла звезда и все почистила. Да, звезда это опять тот, кто выше, тот, кто... Ой, папа, что нам делать? Тут как бы дети говорят, да, папа, помоги, что делать? Что делать, что делать, что делать? Надо все удалять, да. И тут что-то подчистили. Вот здесь по повешенному было такое, что как будто бы его сняли в момент, когда он упал. То ли сняли, как у него уже голову пробило, или как он лежал. Тут как вот даже на повешенном немножко синяк, да. Тут когда его уже столкнули, когда он уже лежал, когда он уже не мог пошевелиться, как будто бы его снимали. И вот этот как раз момент, папочка пришел дорогой и удалил, да, потому что детки были в таком шоке, что не смогли ничего сделать, потому что дети на самом деле были в шоке. Я их опять-таки не оправдываю, но тем не менее говорю, как есть. Вот такой вот непростой момент, да, с Владом Баховым, который произошел 6 апреля 2019 года. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом деле. Возможно, у вас есть какие-то свои, да, доводы. Пишите вопросы. Возможно, у вас есть какие-то еще вопросы остались. Может быть, мы сделаем шот-видео, короткое видео или вторую часть этого видео. Пишите мне, пожалуйста, в речку, если вам нужны личные расклады, обряды. Напоминаю, что у меня есть обряды на финансы, на любовные взаимоотношения, на здоровье. Я делаю чистки, ставлю защиту, обереги. И мы делаем московые свечи своим руками. Друзья мои, я вас очень люблю. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok